Три дня назад произошло то, чего стоило ожидать еще в самые первые дни войны. Литва перестала пропускать в Калининградскую область грузовые поезда и автомобили с подсанкционными товарами. Это не полная сухопутная блокада. Люди и товары, не попавшие под санкции Евросоюза, по-прежнему смогут проезжать через литовскую территорию. Но для целого списка грузов, которые включают в себя строительные материалы, металлы, уголь, эта страна теперь закрыта. И чтобы хоть как-то спасти экономику целого региона, чтобы она попросту не встала, местные власти в экстренном порядке срочно ищут суда для перевозки всех этих товаров через Балтийское море. Причем Литва это сделала не сразу, а спустя целых 4 месяца после вторжения России в Украину. Предварительно литовцы консультировались с юристами Еврокомиссии на соответствие своих решений европейским законам. В общем, чтобы подготовиться к такому решению у российского руководства, времени было предостаточно. МИД, а также ряд российских чиновников вспомнили подписанное Литвой и Россией в 2003 году заявление о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации, которое было заключено перед вступлением Литвы в Евросоюз. Там в этом соглашении оговорено, что Литва и Евросоюз должны приложить усилия, чтобы транзит между Калининградской областью и остальной Россией продолжился. Но там, помимо прочего, есть пункт, где сказано, что транзитный режим не должен ущемлять право Литвы контролировать передвижение товаров и людей через свою территорию. Это соглашение из другой эпохи. То он у него очень дружественный, с надеждой на многолетнее сотрудничество. Тогда не было перспектив, что Путин отправит танки на украинские города, а Евросоюз за это введет против России санкции. Поэтому в соглашении попросту нет пункта, который предусматривал бы действия в такой ситуации. Еще не совсем понятно, какими ответными мерами может угрожать российская страна. Заявление не предусматривало никаких наказаний. А заставить военной силой Литву провозить товары в Калининград, как предлагают некоторые спикеры, просто безумно. Все-таки Литва член НАТО, и нападение на нее обернется мировой войной. Предложение об отказе от ратификации договора о российско-литовской границе, хоть звучит страшно, но по факту не будет играть особой роли. Сам этот договор был ратифицирован только в 2003 году, поэтому официальное непризнание границы не значит автоматически войну. В мирное время такое действие серьезно ухудшило бы отношения государств. Но сейчас, когда отношения и так испортились полностью, это будет лишь формальностью. Но это не просто еще один конфликт с еще одним соседом. В этом конфликте есть та пугающая механика, которая заставляет нас бояться за собственное будущее. Ведь то, что происходит сегодня, это очевидные, как ясный день, последствия действий российского руководства. И если российские власти настолько не сообразуют свои действия с последствиями, то это значит, что от них можно ожидать действий с последствиями любыми. И не потому, что они ко всему готовы, а потому, что настолько оторвались от нашей реальности, в которой живем мы и весь мир, что просто не понимали, к чему ведет разрыв отношений с Европой. Ну, допустим, если брать самое очевидное, все просто наплевали на энергетические проекты, в которые до войны угрохали кучу усилий и денег, и которые свернулись в первые же дни войны. Ну, бог с ним, допустим, северным потоком. Газпром работает не на государство, не на акционеров. Газпром работает на своих подрядчиков. У Газпрома в Европе и без того избыточные транзитные мощности, и вторая ветка северного потока никогда не отбила бы затраты на себя. А война просто лишний раз подтвердила то, о чем говорили энергетические эксперты и аналитики Сбербанка. Пока трубу строили, за нее бились, как в последний раз, на всех фронтах, от юридических до медийных. Но едва ее достроили, северный поток стал никому не нужен, а новость о его закрытии прошла по разряду, а вот еще кстати. Мы не можем сказать, что 10 с лишним миллиардов долларов российской госкомпании с началом войны оказались просто утоплены на дне Балтийского моря. Это было бы красиво сказано, но было бы неправдой. Эти миллиарды оказались ровно там, где и должны были оказаться в текущей системе российского государства. В офшорах, банковских счетах, дворцах, яхтах и самолетах путинского окружения. Для них закрытие газопровода это не проблема, это решение их проблемы. Ведь закрытие газопровода в Европу это повод тянуть новый газопровод. А куда, зачем, будет ли в этом экономический смысл и вообще пустят ли когда-нибудь по этому газопроводу газ, это вопрос совсем иной и головная боль других поколений. Ситуация с Калининградом, которая попадает в частичную, а вполне может попасть и в полную транспортную блокаду по суше, это последствия настолько же предсказуемые, но иного порядка. Ведь почти весь путинский режим нашей истории это продажа пропагандой угрозы расширения НАТО на восток. Как с любой конспирологической угрозой, вроде чипов Билла Гейтса в вакцинах, с уверовавшими в нее просто бесполезно разговаривать языком аргументов. Бесполезно аргументировать и говорить, что НАТО 20 лет граничит с Россией и так, что страны НАТО главные внешнеторговые партнеры России, что именно они дают валюту, на которую строится военная техника и содержится российская армия, что без электронных компонентов из стран НАТО никакие ракеты никуда не наведутся, и никакие спутники ничего не увидят, никакие истребители никуда не полетят, что НАТО никогда и никаким образом не угрожало России, и вообще, строго говоря, Россия вошла в 21 век уникальным в своей истории образом, не имея никаких внешних проблем и никаких врагов. Совсем наоборот, все хотели с Россией договариваться и сотрудничать, и Запад, и Китай, и соседи, и Украина. Вообще все. Но если 20 лет подряд повторять любую чушь, если на основе этой чуши строить свои аргументы и принимать решения, то в конце концов в эту чушь поверят даже те, кто изначально знал, что это вымысел. Поверят даже те, кто изначально понимал, что если НАТО захочет нанести России ущерб, ему не нужно перебрасывать войска через границу и завоевывать территорию России, огромную территорию, силой. Странам НАТО достаточно просто перекрыть валютный вентиль, перестать закупать газ и нефть. На этом все будет кончено, и денег на содержание своей армии у России попросту не будет. То есть вы воспринимаете НАТО как противника, допустим. Ожидаете, значит, от него какой-нибудь агрессии. Но при этом вы имеете миллионный регион, отделенный от остальной России территории НАТО. И вы развязываете агрессивную войну. При этом вы сознательно идете на разрыв всех международных соглашений, нарушаете все правила и выходите из всех договоренностей. Для вас теперь официально ничто западное не указ, начиная с международных судов и заканчивая авторскими правами. Да, вы видите пороки международных соглашений и правил. И главная из этих пороков принципиальная невозможность принудить стороны к их соблюдению, заставить национальные правительства строго следовать соглашениям и правилам, под которыми они подписывались. Но в этом не только порок, но и сила международного сотрудничества, которую также нельзя не увидеть. Если ты решил, что сам черт тебе не брат, что тормоза придумали трусы, а правила нужны, чтобы их нарушать, то точно так же могут поступить и с тобой. Точно так же выйти из всех договоренностей и нарушить все правила. Любимое слово российских властей последнего десятилетия – суверенитет. Понимают они его примерно так, как ребенок понимает слово «взрослость». Суверенитет в понимании российской власти – это право делать все, что угодно, потому что тебе за это ничего не будет. Травить политических оппонентов, развязывать войны, пиратить фильмы, воровать самолеты. Но фокус в том, что суверенитет есть у всех. Например, он есть у Литвы. Она вправе решать, кто и что будет на ее территорию въезжать, а что не будет, в каком режиме будет работать транзит и что по нему можно возить. Наличие эксклава – куска вашей территории на западной границе Литвы и вопрос его снабжения – это ваша головная боль. В мире, где международные соглашения не стоят бумаги, на которых они написаны, в мире, где каждый уткнулся в свой суверенитет и делает, что хочет, потому что ничего не будет, в таком вот мире, который вы сознательно строите, каких последствий вы ожидали? Как вы могли рассчитывать одновременно на противостояние с НАТО, когда постоянно угрожаете балтийским государством, вплоть до явных намеков на возврат исторических земель, уже и в этом направлении, и при этом вы рассчитываете на продолжение транзита через территорию Литвы, члена НАТО, в Калининград? Международное право держится не на том, что нехорошей стране можно переломать ноги за невыплаченный долг. Международное право – это ограничение, которое государство соблюдает добровольно. Оно держится на зависимости каждого от каждого. Мы национализируем имущество ушедших с рынка компаний, потому что вы нам ничего не сделаете. И ведь правда не сделают. Коллекторы с бейсбольными битами в Россию не приедут. Но вот подсанкционные товары возить в Калининград через Литву больше тоже нельзя. И что вы сделаете Литве? Будете воевать со страной НАТО? Так воевалка не выросла. Вы уже Киев за три дня брали. Все боеспособные силы у вас на Донбассе разучивают название деревень и райцентров и гордятся захватом очередного хутора. Все, что вам не успели обрубить вроде платежей за нефть и газ в случае агрессии в сторону члена Североатлантического альянса, вам обрубят одним днем. Насколько бы сильно союзники по НАТО не желали избежать большой войны, им придется в нее вступить и втянуться. Без трех дней четыре месяца вы воюете со страной, меньше по населению, чем Россия, в четыре раза. Меньше по ВВП в десять раз. Со страной, чей объем оборонного бюджета – это бюджет Дептранса Москвы. Со страной, которая именно из-за вял текущего конфликта с Россией, долгие годы была отрезана от мирового рынка тяжелого вооружения, у которой практически нет боевой авиации, тактических ракет и дальнобойных комплексов ПВО. За эти четыре месяца вы не достигли никаких целей, о которых было бы не стыдно рассказать. Зато вы потеряли около тысячи танков, десять танковых бригад, понесли пятизначные потери в живой силе. Вы сделали почти невозможное и уж точно невиданное в военной истории. Вы потерпели поражение на море, вы лишились ракетного крейсера-флагмана флота в войне со страной, у которой флота нет. 23 февраля еще можно было жить в иллюзии о сильнейшей армии мира, которая способна потягаться со всем блоком НАТО. Можно было даже рисовать в прямом телеэфире картинки молниеносного захвата всего Балтийского региона. Но сейчас-то что? Сейчас не 23 февраля. Многие догадывались о том, что коррупция и некомпетентность армию до добра не доведут. Но спустя 4 месяца войны все оказалось намного хуже, чем можно было себе вообще представить. Именно в этом парадокс ситуации. Именно из-за этого мы не можем сказать, нападение на Литву, страну-члены ЕС и НАТО, не будет, потому что этого не может быть никогда. Ведь те проблемы, которые сейчас, которые ведут к обострению с Литвой, это совершенно очевидные последствия нападения на Украину. Последствия, которые нельзя было не предвидеть, если бы рациональное зерно хотя бы изредка ночевало в головах высших российских чиновников. Если бы хоть кто-то задумался о последствиях, да хотя бы раз взглянул бы на карту. Открытие Второго фронта против Литвы будет иметь совершенно очевидные, но еще более катастрофические последствия. Последствия вплоть до настоящей мировой войны. Но если в прошлый раз никто не задумался о последствиях, нельзя ответственно сказать, что кто-то задумается о них сейчас. Даже наоборот. Кому-то может показаться, что победа над двух с половиной миллионной страной может замаскировать собой вялотекущее поражение в Украине. 24 февраля мы увидели ту пропасть, которая лежит между исполнительным аппаратом государства и той узкой группой пожилых управленцев, которые составляют ближний круг Путина и принимают решения. Между правительством, которое должно иметь дело с последствиями, и Советом безопасности, который создает проблемы. Ровно поэтому не нужно обращать особого внимания на грозные, но пустые заявления МИДа, депутатов, любых спикеров второго ряда, которые сейчас выстроились в очередь, чтобы поговорить со СМИ. Не просто так их заявления пустые, не просто так они содержат завуалированные угрозы. Потому что на самом деле нет ответа на главный вопрос. Вот мы по своей территории ограничили транзит ваших грузов. И что вы нам сделаете? Доброблен пожаловать в мир всеобщего суверенитета. Вы развязали этот праздник непослушания, теперь имеете дело с последствиями. Что вообще можно сделать в ответ? Только выразить глубокую озабоченность. Может выслать дипломатов каких-нибудь? Ну а что еще? Да и дипломатов уже всех выслали. Экономические связи и без того сведены к минимуму. Пространство антисанкций давно закончилось. Проблема заключается в том, что те люди, которые непосредственно могут принять решение о войне с Литвой, не находятся в таком же контакте с реальностью, как те, кто сегодня делает заявление. Люди, принимающие решение в России, уже сделали один самоубийственный шаг. И я бы не ставил деньги на то, что не сделают второй. Ведь они уже, видимо, убедили себя, что воюют не с Украиной, а с НАТО. Почему бы не открыть тогда второй фронт против НАТО? До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok